Команда гомельских школьников «Тыгры» у линейку стала чемпионом по брейн-рынгу сирот ювеналов на Кубку Европы по интеллектуальных гульнях. Повеншовала команду и их тренера с перемогой наш корреспондент Ганна Корольчук. 13-й чемпионат Европы по интеллектуальных гульнях сирот школьников собрал у Гомеля около 40 команд с Беларуси, Россией, Украины, Латвии и Литвы. Их отделники – чемпионы своих краин и переможцы международных конкурсов. Минавито у такой конкуренции гомельские «Тыгры» у линейку перемогли у одним з видов с поборництвом – гульне брейн-рынг. У ее и две команды на худкость отказывают на питание ведущего. У такой ситуации важно оперативно принять коллективное решение и выбрать того, кто отказывает. Договориться мы договорились еще при образовании команды, так что никаких вопросов почти никогда не возникает. А так просто необходимо применять свой интеллект, свою эрудицию для поиска верных ответов на вопросы. А как договорились, если спорите? Один говорит такой, а второй такой? Находим компромисс. Мы стараемся всем обсудить, но если совсем уж две версии почти равнозначными, кажется, выбираем методом голосования. То есть, какой вариант голосует больше людей, тот выбираем, соответственно. Сегодня эти четыре хлопца и две девочки подопечные строгого, но справедливого тренера Вольги Климович. Она занимается именно протягу двух годов, и за этот час игры в линейку двойцы отримали Великий Кубок Беларуси. Однако такой зладженный коллектив достался Вользе от мать, Тамары Климович, которая начала заниматься с детьми еще шесть годов тому. А когда они по столеют, то перейдут под крыло ведомого знавца Леонида Климовича. Таким чином, педагогичная династия Климовича угадует не первое поколение гомельских эрудитов. Минимум два раза на тыдень ребята сбираются на суместные тренировки и практикуются, что декали свои угольни брейн-рынгу и инших видах интеллектуальных споборництвов. Быть тренером – задача непростая, потому что ты педагог, ты воспитатель, ты стараешься вникать в какие-то их внутренние конфликты, чтобы они между собой не спорили, не выясняли отношения. Но я надеюсь, что они показывают хорошие результаты, что они с удовольствием ездят со мной на турниры. Я надеюсь, что это характеризует меня как хорошего тренера и адекватного. Дети в это время показывают мне сердечко с той стороны. Шлях кожного зык начался по-разному. Даниэл изменил занятки шахматами на тренировке в клубе «Белая Рысь», еще в початковой школе. Радион продолжалник семейной династии знавцев, у которой уже шесть человек. Для этих хлопцев и девочек быть чемпионами континента в школьном взросле – вельми гонорова. У ближайших планах тыгров – поездка у летний лагерь Беларуской лиги интеллектуальных команд, який пройдет у Гродзинской области. Затым – новый сезон и новые перемоги. Ганна Коральчук, Евген Макеенко, телерадио «Гомель».